Всем привет! С вами Энтони. Пару недель назад основатель Телеграм Павел Дуров дал интервью Токару Карлсону, самому популярному журналисту Америки. Интервью было полностью на английском языке, но я еще не смотрел это интервью, буду смотреть с вами сегодня, но многие говорят, что он очень хорошо говорит по-английски. Давай послушаем сегодня вместе, и я, как американец, буду реагировать, и посмотрю, как он говорит по-английски. Я хочу проанализировать его английский и дам вам знать, что я думаю о его английском, как американец и как носитель английского языка. Поехали! Он очень хорошо говорит по-английски, и правильно Силва сказал свое мнение на английском языке без ошибок. Я не слышал никакую ошибку. У него, конечно, маленький отцент, когда говорит по-английски, конечно, но в основном, в общем, он очень хорошо говорит по-английски. Давай послушаем еще. Что ты делаешь с этим? Синец, когда ты приехал в эти 7 лет, как вы пришли к этому поводу, от которых вы не были в порядке, но не в порядке, чтобы вы не были в порядке, но в порядке, чтобы вы не были в порядке. Ну, конечно. Телграмм – это огромная платформа. Мы очень популярны в многих странах, Мы получили много requests, demands. Some of them were legitimate. If there was a group of people promoting violence, there was terrorist activity that was spreading violence in some parts of the world, publicly posting things that any decent human being would disallow or wouldn't want to be posted, we would help them. But in some other cases, where we thought it would be crossing the line, it wouldn't be in line with our values of freedom of speech and protecting people's private correspondence. Я думаю, что у него очень высокий уровень английского языка, он даже... у него такой хороший словарный запас в английском языке, что вместо того, чтобы сказать private conversations, это что я бы сказал и больших американцев, он сказал что-то более продвинуто, он сказал private correspondence, так что у него очень хороший словарный запас, он знает это слово correspondence. Опять, я не могу ничего критиковать, он полностью... он очень хорошо говорит по-английски, я в шоке. Can you give us an example of a request that you thought crossed into censorship and spying, violating people's privacy? Well, there's also a very funny story related to your home country. After the events of January the 6th, we received a letter from, I believe, congressmen of the democratic side, and they requested that we would share all the data we had in relation to what they called this uprising. And we checked it with our lawyers, and they said you better ignore it. But the letter seemed very serious. То, что я заметил, это что в конце буквы R, в конце предложений, например, в конце слова он сказал, вместо того, что он сказал our, our, он говорит our, our, будто эта буква не существует. Например, он сказал congress, congress, our, our, так что, ну, это очень маленькая ошибка, все остальное он правильно сказал, но, конечно, у него акцент, но, что касается грамматики, никакой, никакой ошибкой есть, только это маленькое произношение. Я думаю, что все ошибки, которые он, он совершает, это связано с грамматикой, я думаю. А, не с грамматикой, а с произношением. Кстати, ребята, если вы хотите улучшить свой английский, а также помочь нашему каналу, я рекомендую вам подписаться на Boosty или Patreon. Здесь вы получите доступ к дополнительным видео. Вот я объясняю разницу между used to, get used to, be used to, подкасты и тексты на английском языке. Например, я тоже снимал это видео, разница между present perfect и present perfect continuous. Всем привет, с вами Anthony. Сегодня я помогу вам понять... He has eaten, she has eaten, it has eaten. Вы можете читать, а также слушать, как я читаю этот текст на чистом американском английском. Здесь есть список полезных слов, которые вы должны учить после этого текста. А также, если вы подписывайтесь на Boosty, вы получите частный групп-чат со мной в Telegram, только с подписчиками, которые подписаны на Boosty или Patreon. Так что, если вы хотите улучшить свой английский, я рекомендую вам подписаться на Boosty. Это помогает мне создавать больше видео на YouTube. Огромное спасибо тем, которые уже подписаны. И поехали. И поехали. И поехали. И поехали. Что вы были спорными. Я не знаю, что литература, как это интересно. И это дело. И проще. Что есть, литература. Что-то было интересное. И два года, два года, мы получили новый дополнительный литер. from the republican side of the congress and there we read that if we give out any data according to the previous request we would be in violation of the u.s constitution so we got two letters that said whatever we do we'd be violating the u.s constitution in a way that was my understanding of this letters uh from the same legislative body both from the u.s congress yes so how do you respond to that well the same way we respond to most such requests we decided to ignore them okay in english there are such words such such a он сказал most such requests это мы американцы чаще говорим most requests like this мы бы сказали как вот это such мы чаще используем когда мы говорим такой когда мы удивлены например это такая красивая машина this is such a beautiful car или когда мы говорим такие вопросы нельзя спросить such questions are not allowed like this like these это звучит более мы чаще говорим так в английском языке особенно в америке because it's such a complicated matter related to internal politics in the u.s we don't want to take any if you i i believe this strongly if you ignore your problems most of them do you go away that's very true no one says it but it's true oh that's amazing have you ever had demands that you can't ignore well it it depends unreasonable demands so i would say the largest pressure towards telegram is not coming from governments uh it's coming from apple and google huh so when it comes to freedom of speech those two platforms they could basically censor whatever is you can read access on your smartphone so i mean do you run the risk of being thrown out of their stores exactly that's what they make very clear that if we fail to comply with their guidelines so they call it telegram could be removed from the stores еще что я заметил опять я хочу сказать что он очень хорошо говорит по-английски но он иногда ну как я тоже когда говорю по-русски когда я хочу быстро что-то сказать я некоторые слова просто неправильно говорю и быстро не знаю это что большинство американцев говорят тоже так большинство американцев когда говорят быстро они не хотят полностью произносить каждая буква или что-то правильно сказать они просто говорят быстро и как я тоже говорю но я думаю что даже если бы я говорил быстро я бы произносил телеграм полностью так телеграм 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 но он сказал телеграм но опять это очень маленькая ошибка и все ошибки которые он делает очень маленькие не такие заметны well that would be not a small thing for you right well it's not won't be a small thing for us because obviously a big chunk of the world population will lose access to a valuable tool that they're using every day but you know it will not also be a small thing for them i mean there should i believe the they must be fine some compromise in such cases первая грамматическая ошибка это что он сказал they must be fine alternatives или что-то так он сказал но нужно сказать they must find не must be fine а must find мы не говорим be просто they must find alternatives маленькая ошибка но это грамматическая ошибка никто не так говорит в английском apple и google are not very compromising when it comes to the guideline if they believe some content is against their rules they will see to it that all the apps that are distributed to their stores comply with this rules are any of those rules or do you interpret any of those rules do you believe any of them to be political in nature some of them but it's not the rules it's the application of the rules the rules themselves they're pretty general right so there must be no violence discrimination public uh publicly available i don't know child abuse materials it's hard to disagree with that yes but then when they start to apply those rules sometimes we are not agreeing with with their interpretation в английском языке когда мы говорим sometimes мы всегда используем present simple sometimes we don't agree with such но но он сказал sometimes we are not agreeing хотя это суши это звучит правильно это неправильно когда мы говорим often sometimes never это всегда present simple i never eat breakfast i always walk to school i sometimes disagree with or i don't i sometimes don't agree with that это present simple но я должен уточнить что это когда мы говорим о настоящее время конечно можно сказать sometimes i ate pizza when i was a kid можно сказать что-то в прошлом но когда мы говорим о настоящее время это present simple когда мы говорим о прошлом можно сказать sometimes sometimes i ate sometimes i slept и так далее но настоящее время present simple maybe the mo from a political perspective it seems like the most provocative thing telegram does is offer something called channels which seem sort of ready-made for organizing groups of people can you explain to the viewers who aren't familiar with them what a telegram channel is yes so telegram channel is a one too many broadcast tool one too many я не полностью понимаю что он хочет там сказать что он имеет в виду потому что one too many это значит слишком много если я говорю например i drank one too many beers today one too many beers значит слишком много пива я пью сегодня i have seen one too many movies in one day значит я смотрю слишком много фильмов но это я не думаю что он имеет в виду он имеет в виду что один из многих есть много каналов в telegram если я правильно хочу если я правильно понимаю что он имеет в виду который у меня не может стать много агентства мы не хотели только вы задавайте десертные колوعи и выбирайте десертное série и авторackзанство я считаю что это за национальной политики но вы прочитает великолепный такая вот честная мы, сэнерзия, поскольку этот канал способен своей национальной политике и не потому что вы страницы обратно, что у вас не можете по Европолу вам пилёт десертные колоколивы кстати ребята у меня тоже есть телеграмм канал телеграмме рекомендую вам подписаться на мой телеграмм я жду вас там увидимся в телеграмме если вы давно смотрите мой канал вы скорее всего помните может быть три года назад я снимал реакцию на то как известные русские говорят по-английски и тогда я помню что большинство не хорошо говорили по-английски может быть был один или 2 1 парень которые очень хорошо говорит говорю по английски но я могу сказать что после этого видео потому как я послушал как я палату работает по-английски я с уверенностью могу сказать что он очень хорошо владеет английский он скорее всего жил в америке или я знаю что живет в дубае любовь и люди говорят по-английски так что из-за этого у него очень высокий уровень английского языка, скорее всего. У него очень хорошая грамматика, только маленькие ошибки, произношение очень хорошее, ну конечно есть акцент, но в основном все правильно произносит. Я думаю, что у него очень хороший словарный запас. Он знает много слов, куча слов, которые даже я не так часто говорю, потому что он более образованный, чем я, я думаю. Это я удивлен тем, как он очень хорошо говорит по-английски. Но я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вы хотите улучшить свой английский, узнать больше о жизни в Америке, посмотрите это видео здесь или это видео здесь, или нажмите на ссылку в описании этого видео, попробуйте Boosty, чтобы улучшить ваш английский, чтобы помочь нашему каналу. Огромное спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео. I'll see you guys in the next video. Take care. Peace out.